Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. В Гостогаевской открыли памятный знак первым казакам-переселенцам. Школа в селе Витязева продолжает преображаться. Золотой век для молодых поэтов Анапы. Сегодня, в день основания кубанского казачьего войска, в станице Гостогаевской открыли памятный знак первым переселенцам-казакам. Памятный камень основателям станицы Гостогаевской установили сегодня на Центральной площади. На нем 327 фамилий. 25 лет назад казачество возродилось в России, и первое общество нынешней Анапы появилось именно в Гостогаевской. Средственно-мемориальный комплекс собирали всем миром. Шапка по кругу среди казаков, участие районного и станичного казачьих обществ, депутатов, исторические макеты пушек, наблюдательный пост. Все как в старые добрые времена. Вы видите, с каким любопытством люди пришли, станичники ищут свои фамилии, то есть ищут своих предков. Все-таки чувство гордости, чувство радости, что мы возродились, что мы живем традициями предков наших, что также учим детей. Перед иконой и войсковым знаменем казаки поклялись защищать родину и быть опорой товарищем. Продолжатели славных казачьих традиций передают их детям. После торжественной церемонии открытия памятного камня в станичном доме культуры чествовали ветеранов казачьего движения. К темам благоустройства продолжается работа по оформлению строительных кранов под светкой. Напомним, на прошлой неделе сотрудниками муниципального контроля был совершен адресный объезд всех строительных площадок в городе. Застройщикам были вручены новые требования по оформлению строительных кранов. В срок до 15 октября все башенные краны на 20 строительных площадках должны быть подсвечены светящимся дюралайтом. На сегодняшний день список добросовестных застройщиков, выполнивших работы по подсветке, увеличился до 10 строительных площадок. Остальные застройщики объяснили, что провести работы по освещению на данный момент не позволяет усилившийся ветер. До конца этой недели строительная техника должна сверкать в ночном небе, иначе на строителей будут составлены административные протоколы. В Анапе дорожные знаки демонтируются опоры электроосвещения и закрепляют на предназначенных для этого стойках. Внешний вид автомобильных трасс, городских улиц складывается из разных элементов. Вечернего и ночного освещения, современных указателей, где-то декоративные подсветки. Безопасность на дорогах обеспечивают работающие светофоры и, конечно, дорожные знаки. Не налепленные один на другой на столбах, а установленные на специальных стойках. Глава Анапы Сергей Сергеев потребовал от дорожных и коммунальных служб очистить опоры электроосвещения и переустановить знаки. Работа идет на центральных улицах и гостевых трассах. Мы сейчас на центральных улицах убираем со столбов осветительных и ставим их на стойки. В день у нас где-то примерно около 14-15 знаков мы заменяем. В общей сложности на дорогах города-курорта установлено свыше 3000 дорожных знаков, говорят специалисты. Несмотря на то, что их полная замена не требуется, работа эта не одного дня. Тем не менее, постепенно изменения коснутся всей дорожно-уличной сети города. День работников заповедного дела отмечают сегодня в нашей стране. В Анапе есть профессионалы в этой сфере, работники знаменитого заповедника Утриш. Задача работников заповедника – забота о сохранности уникальной флоры и фауны реликтового леса. Недавно они побывали на первом международном экологическом форуме в Сочи. Про наш уникальный заповедник слышал каждый. Большая работа проводится с молодежью. С малых лет нужно приучать детей заботиться о родном крае. Работники Утришского заповедника проводят многочисленные акции в школах и детских садах. Скоро в учреждении откроется собственный визит-центр для обучения ребят. Мы с нетерпением ждем. У нас сейчас как раз проходит подготовка, ремонт, создание нашего визит-центра, потому что мы хотим принимать гостей у себя. Это гости не только взрослые будут, но и, конечно же, дети, для которых мы будем проводить занятия различные, в том числе и связанные с научной деятельностью. Отдел науки также в этом плане нам помогает. Школа Станица Анапская в списке лучших сельских школ России. В отборе участвовали 55 регионов нашей страны. Кубань в рейтинге ТОП-200 представляют 16 учреждений образования, в том числе и наша 12-я школа. Критериями для составителей рейтинга стали результаты основного государственного экзамена и Олимпиад. Мы поздравляем педагогов и учащихся с победой. И в продолжение темы в новом учебном году средняя школа номер 3 села Витязева продолжает меняться. Заручившись поддержкой городских властей, коллектив единомышленников, педагогов создает комфортные условия для обучения детей. В этом году школа номер 3 юбиляр. В свои 50 она даст еще фору новостроям. Из городского бюджета были выделены 2 миллиона рублей на капитальный ремонт спортивного зала. Двери заменены на противопожарные, установлены новые щиты, преобразилось на польное покрытие, потолок и стены. Обновленный спортзал стал излюбленным местом ребят. Еще бы, удобные и красивые раздевалки, душевые и туалетные комнаты. Произведен ремонт тренерских кабинетов. Благодаря аукционной системе удалось еще и сэкономить. На эту сумму провели замену освещения и начали ремонт еще одного зала, в котором планируется поставить тренажеры для ребят и взрослых. Сейчас работы идут полным ходом. В прошлом году капремонт сделали в столовой и пищеблоке. В этом году обновили цеха первичной и вторичной обработки. Наш пищеблок соответствует в полной мере требованиям, которые предъявляются и к столовой, и к организации питания учащихся. Наша школа в этом учебном году принимает участие в краевом конкурсе по организации питания. Наша столовая также выставлена, как пищеблок тоже в конкурсе. И я думаю, что мы все-таки сможем достойно защитить честь и школы, и муниципалитет на краевом уровне. Старую штукатурку фасада заменили декоративной. А заодно, поскольку привыкли вести ремонт разумно и экономно, утеплили здания. К отопительному сезону подходят во всеоружии. К тому же в этом году установили систему подачи сигнала на пульт пожарной охраны «Стрелец-мониторинг». Я думаю, что мы на этом не остановимся и будем и впредь стремиться к тому, чтобы школу совершенствовать, создавать больше блага для удобства наших учащихся. В планах еще озеленить школьный двор, заменить асфальтовое покрытие на более современное и произвести замену ограждения. Для молодых поэтов Анапы наступил настоящий золотой век. Чтобы помочь литературной молодежи развивать свои таланты, Департамент молодежной политики Краснодарского края запустил проект «Литературная Кубань», в рамках которой продолжается поэтический конкурс «Свободный микрофон». 16 молодых поэтов приняли участие в поэтическом конкурсе «Ломоносовы Кубани». Зрители впечатлило выступление самого молодого участника Эдварда Карапетяна. Он как будто прочувствовал всю необыкновенность поэмы Сергея Есенина «Черный человек» и вжился в роль. Литература – это как бы часть общества, часть молодежи, которая возможна, просто неинтересна литература. У нас сейчас в городе на муниципалитете при помощи молодежного совета при главе муниципального образования города-курорта она проводится мероприятие, проводится, так сказать, пропаганда литературы, чтобы молодежь начала читать, потому что литература действительно круто. Тот, кто читает, он всегда будет умным, всегда будет позитивным, будет смотреть с другой стороны на этот мир. Оценивал участников анапский поэт и писатель Сергей Левин. Победителем в конкурсе стала студентка анапского филиала Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова Алина Синенко. Стихотворение Артура Рэмбо «В 17 лет серьезность не к лицу» с уст Алины звучало открыто и понятно для всей аудитории. «Это безумно волнительно, просто очень большая встряска, но это очень интересно. Я за то, чтобы проводились такие мероприятия почаще». Пожелаем Алине удачи, ведь на следующий тур она едет в краевую столицу. Завершит выпуск прогноз погоды. В четверг, 15 октября, в Анапе пасмурно небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 10-11 градусов, ночью до 11 градусов тепла. Ветер северный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртубного столба. Температура морской воды плюс 13 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Осень – время меняться. В магазине доступные и качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа. Можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.